Это четвёртая палата, третий этаж. Также кроватка вот такая, просто у неё нету вот тут одной половины, и я боялась, что ребёнок мой выпадет. Выдранные розетки, трещины во всю стену, грязь и сплошная темнота на лестничных пролётах. Это не последствия землетрясения. В таком ужасном состоянии вторая детская находится не первый год. Ежедневно сюда с острыми инфекциями поступают десятки ребятишек. В начале января в больницу попала и Татьяна со своим трёхлетним сыном. У мальчика пневмония, ему срочно понадобилась госпитализация. В антисанитарных условиях получил бонус. Другую инфекцию, которую лечить, по словам Татьяны, никто не стал. В результате уже через три дня они написали отказную. Кварцевание там проводилось самими мамочками. Мы выходили часто из кабинета, из палаты, кварцевали, проветривали, носили маски, мыли часто руки с мылом. Это нас не уберегло от ротовирусной инфекции. Мы в итоге оба слегли. Это просто адовое место такое. Не хотелось бы туда больше поступить. Как ни странно, в эту больницу теперь везут не только городских детей, но и ребятишек со всего края. С 1 января лечебное учреждение вошло в медицинский кластер. Поменялось и название. Отныне это не просто больница, а клинический центр охраны детства и материнства. Его, к слову, накануне представляли ведущим СМИ региона. Главный врач уверен, объединение трёх учреждений в один центр решит все проблемы в инфекционке. Добиться, что я уже говорил, обязательно материально-техническое улучшение базы, которая у нас не совсем в хорошем состоянии находится. Вторая детская больница, все это знают и, наверное, все об этом слышали. То есть там необходим капитальный, конечно, ремонт и улучшение условий пребывания пациентов. Только вот сроки капремонта медики не обозначили. Да и средства на него пока не запланированы. Ведь объединение только произошло, пояснили медики. Так что как долго вторая детская в составе уже нового учреждения будет вызывать у пациентов и их родителей исключительно негативную реакцию, пока вопрос. Палентина Аскира, Алексей Фризин. Наши новости.